И тогда рынок был чуть меньше ерда мировой, и мы тогда уже знали, что он будет расти кратно. Те, кто вот тогда инвестировал, конечно, сегодня это Planet Lab в первую очередь. Моаван Спейс давно в санкциях во всех, так что кому интересно, можно изучить. У тебя тоже лично или только компания? Я когда запустил проект рекламы в космосе, не было, наверное, ни одного бренда крупного, кто бы не был заинтересован. Ну потому что это хайп, это раскрука. Это был супер хайп. Даже пофигу, как это будет светить, все информагенства напишут. Все напишут, и это будет светить ярко. Сегодня рынок оживает, и после успешного пуска у нас много сейчас тоже интересантов. Над Крымом прозрачек мы успели посветить. Сердечко из 20 спутников выстроить, я думаю, мы сможем через 3 года. Девушка наведет свое смартфон на это сердечко. Вот Russia Today попробуй сейчас прорекламировать где-нибудь в Вашингтоне. А мы можем написать РТ над Белым домом. И мы продаем сейчас пакет на месяц. То есть РТ может должен быть месяц светиться на орбите. И этот пакет стоит, по-моему, 5 миллионов долларов. Друзья, привет. Канал Безинер 2051. У нашего сегодняшнего гостя уникальная судьба. Он окончил Омский университет, дальше учился в Америке, был юристом, а по факту стал коммерческим директором и возглавил компанию Avance Space. Антон, приветствую. Привет, Костя. Ассовский Антон Владимирович. Окончил юридический факультет Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского. Имеет степень магистра. Выпускник Вирджиния Коммунвелф Юниверсити и Московской школы управления Сколково. Мастер бизнес-администрирования. В 2015 году основал ООО Avance Space. Является генеральным директором компании. Avance Space – резидент космического кластера фонда Сколково. Разработчик электроракетных двигательных установок. Высокочастотного ионного двигателя GT500 для малых космических аппаратов, а также спутниковой системы созвездия. Расскажи, как так получилось. Расскажи свой путь. Путь самурая? Путь самурая. Путь в космонавтику. Ну, это такой непрямой, скажем так. Как ты правильно сказал, я закончил юрфаку МГУ и уж точно не думал, что буду заниматься космическим бизнесом. А когда уже жил в Америке, то искал для себя интересное направление, которое меня будет драйвить всю оставшуюся жизнь. Там был период переосмысления ценностей. Когда бизнес уже просто как бизнес не так был интересен, а когда нужна была идея и мечта. И как так просто сложилось, звезды так сложились, что я познакомился с российским конструктором, разработчиком разных космических систем, который в Советском Союзе еще работал в нашей отрасли, в аэрокосмической. Но позже был вынужден уехать из страны. Жил и работал в США. Много сделал изобретений, патентов для НАСА, для ВВС США. Александра Александровича Балонкина. Мы с ним познакомились в Нью-Йорке, и он меня, конечно, так впечатлил. Задоровил. Да. И вот с тех пор мой путь в космос начался такой уже осознанный. Если я правильно понимаю, это сначала была Даурия, где ты пришел юристом, поработал пару-тройку месяцев по профессии, и потом поздал коммерческий. Все верно. В 2011 году, когда только-только был создан фонд Сколково, инновационный центр Сколково, был принят закон об инновационном центре Сколково, я не думаю, взял билеты обратно в Москву. Ну как, я был уже в Москве, как сказать, только начал свой путь. То есть я там, конечно, приезжал из Омска в командировке, но не жил, а тут уже все точно для себя решил. В 2011 году я начал работать в Даурии. Даурия была в тот момент супер успешная, такой стартап успешный. Миша Кокович вдохновил многих на то, что Россия... Но по факту он запустил на реальную частную космонавту СС-7-ские ребята и ИМОН. Нет, не СС-7-ские ребята, а ООН. СС-7-а тогда вообще не было еще. СС-7 появился чуть позже. Позже, морской старт они же... Ну да, ну и там эта история не такая впечатляющая была, как история Даурии. Даурия Aerospace, частная российская космическая компания, основана в 2011 году Михаилом Кокоричем, которая занималась разработкой и созданием небольших космических аппаратов и продажей комплектующих для них. Даурия Aerospace стала одной из первых российских частных компаний, спутники которой были запущены на орбиту Земли. В частности, она сотрудничала с Роскосмосом и выполняла государственные заказы на производство спутников стандарта КубСАТ, а также универсальных средств размещения и отделения. Офис и сборочная площадка компании находились в технопарке Сколково под Москвой. В 2013 году компания привлекла инвестиции в размере 20 миллионов долларов и получила грант от фонда Сколково. Даурия Aerospace разработала несколько спутников, включая серию МКА-Н – малые космические аппараты для дистанционного зондирования Земли. Эти спутники были созданы по архитектуре КубСАТ и предназначались для сбора данных о состоянии планеты из космоса. Кроме того, велась работа над проектом Ауриго, который представлял собой спутник для мультиспектральной съемки с пространственным разрешением до 3 метров. Также компания участвовала в телекоммуникационных проектах, включая разработку спутников Атом в партнерстве с Газпром Космические системы. И это были первые действительно венчурные инвестиции в космос, в российский, в частный космос. Тогда в него поверили крупные инвестиционные компании, частные фонды. Было достаточно многое сделано для того, чтобы получить успех, но, к сожалению, тогда мы немножечко опередили время, то, о чем мы тогда говорили, что нам нужны микроспутники, нам нужна съемка 24 на 7 поверхности Земли, нам нужны данные для сельского хозяйства, для точного землетворения. В ЖЗР растет последние лет 5, вы опередили на 5 лет. А, мы его опередили, да. Ну, это уже 11-й год, уже сейчас 24-й. То есть вы на 8 лет опередили? Лет 8, да. И тогда рынок был чуть меньше Ерна, мировой, и мы тогда уже знали, что он будет расти кратно. Сейчас он уже больше трех, считая, за несколько лет. Такой большой прирост. Те, кто тогда инвестировал, конечно, сегодня это Planet Lab, в первую очередь. Там Acquisition прошел, я не помню, по-честному владелец, ну, там купила крупная компания. И много других, как ISI с радарами, тоже для ДЗЗ. Тех тут тоже никто не верил, то, что на Кубсатах можно сделать АФАР. Что такое АФАР? Активная фазированная решетка. Ну, это радиочастотный канал для... Давай, я не стесняюсь быть глупым, расскажи поподробнее, что это такое. Ну, слушай, я тоже не стесняюсь ничего, поэтому, учитывая, что я юридически заканчивал, и физмат, могу только сказать, что это с помощью радиочастотных волн происходит та же самая съемка поверхности Земли, по сути, стереосъемка. Окей, то есть, некая другая психология съемки, то есть, не фото-видео фиксация, а радиочастотная. А радиочастотная. Окей, то есть, ты попал в Даурию и дальше там дровил какой-то период. Да, в Даурию был очень активный опыт. Я тогда тоже для себя начал познавать мир космоса, уже в живую, работая с железом, то есть, ну, с простых вещей, понятно, но стало тоже интересно, и набравшись опыта, я уже для себя принял решение, что я продолжу этот путь, ну, уже самостоятельно. То есть, ты где-то сколько, четыре года отработал? Да, я примерно получается четыре года отработал. В конце 14-го я начал заниматься уже самостоятельным бизнесом. Ну, мы начали с поставок микросхем просто, ну, и вообще компонентов для космической техники в Россию. И мы продолжаем участвовать этим заниматься, просто тогда с этого началось, все началось как раз, вот, когда Крым стал российским, с первой санкции мы как бы вот были к месту со своими способностями, возможностями, коммуникациями в мире, как коммерческая компания, и мы много чего тогда привезли для космоса российского. Ну, видимо, не все мы можем здесь рассказать, и, наверное, не будем, расскажи. Об этом везде написано, поэтому, а OneSpace давно в санкциях во всех, так что, кому интересно, можно изучить. У тебя тоже лично, или только компания? Понятно. Расскажи, чем компания OneSpace занимается сейчас? Мы сейчас разрабатываем два проекта, это спутниковая система со звезды, это спутники, которые оснащены нашими лазерами, и это наша разработка. Это такие миниатюрные, компактные блоки с очень мощным источником света, который виден на расстоянии 600 километров от Земли, невооруженным глазом, и становится самой яркой звездой на ночном небе, когда мы фокусируем его четко над локацией, где проецируем изображение. И звездная величина этого света составляет сопоставимое с уровнем света от Венеры, там минус четвертая, минус четвертая с половиной звездной величины. Вторая наша задача, это поставить на эти спутники камеры ДЗЗ, чтобы днем мы делали съемку Земли, а вечером, соответственно, чтобы спутник не простаивал, как все остальные ДЗЗ. То есть, мы поменяли бизнес-модель. Реклама в космосе это запатентованная коммерческая идея Avance Space, которая заключается в том, чтобы транслировать на ночном небе логотипы и тексты при помощи спутников, размещенных на высоте 500-600 километров. Такие послания похожи на созвездия, а работать они будут по принципу QR-кода. Пользователю достаточно отсканировать код при помощи смартфона, и он получит доступ к информации. Размещение такой рекламы обойдется в 1 миллион долларов, и она точно станет самой охватной, заменив собой тысячи билбордов. В компании планируют использовать технологию роевого полета, при которой спутники могут маневрировать. Ими можно управлять как дронами, контролировать свечение, благодаря использованию лазерной системы. Для формирования созвездия будет запущено от 20 до 100 спутников. Масса каждого 10 килограмм. Срок жизни аппаратов 5 лет. После отработки они будут сгорать в плотных слоях атмосферы. Яркое созвездие размером с 3 луны будет двигаться по ночному небу и светить голубым звездным светом. Длина волны составит 487 нанометров. В дальнейшем появятся и другие цвета красный, желтый, зеленый, синий. Лазеры будут сфокусированы настолько четко, что их не увидят за границами города. В компании уверены, что первые показы вызовут вау-эффект. Видео созвездиям завирусятся, а первый бренд в космосе войдет в историю. Кому нужна реклама в космосе? Тут, наверное, часто слышно вопрос. О, боже, это очень. Я, когда запустил проект реклама в космосе, не было, наверное, ни одного бренда крупного, кто бы не был заинтересован. Ну, потому что это хайп, это раскрытка. Это был супер хайп. Даже пофигу, как это будет светить. Все информагентства напишут. Все напишут, и это будет светить ярко. Когда мы провели тесты на стратосфере, мы убедились в этом дополнительно, что яркость, ну, и не заметить невозможно. Мы до 22-го года, до февраля, предконтракты у нас были с крупными иностранными компаниями. Не буду говорить, конечно же, но это были топовые. То есть, ну, Кока-Кола, да, Макдональдс. Как сейчас, то есть, остался компания российская или просто отпочковались и сделали... Нет, мы приняли решение, что мы остаемся в России, что мы будем пересматривать чуть-чуть все, весь проект. Вот. И нам чуть сложнее пришлось, конечно, с точки зрения привлечения инвестиций и заказов, понятно, да, но сегодня рынок оживает и после успешного пуска у нас много сейчас тоже интересантов. А скажи подробнее, то есть, ты в интернете известен как человек, который проводит рекламу в космосе, ну, последние видеоролики и, собственно говоря, уже первый этот самый спутник летал близко к Гагарину, там что-то 11-го премьера. Гагаринец, да, но это не близко, это в честь 90-летия Юрия Алексеевича мы запустили, мы его назвали космический аппарат Гагаринец и запустили, это был наш единственный космический аппарат на большой ракете носителя Ангара, А5-ой. И, ну, так как был тестовый полет, то наша орбита, к сожалению, была такая, что мы смогли только 10 суток активно существовать, но это нам позволило выполнить все задачи абсолютно, потому что нам нужно было отработать все подсистемы, убедиться в штатной работе систем питания, главное, это... Расскажи, человек, померили? Над Крымом, прозрачек, да, мы успели посвятить один раз. Ну, 10 суток мало, потому что нам нужно построить ориентацию, нужно было это выяснить, то есть, сеансов связи было мало, закрутка была очень сильная, потому что все-таки это разгонный блок Орион, мощный, там, отстыковка была такая, ну, активная слишком, поэтому пока мы его остановили, пока мы поменяли ему положение, то есть, затратили 10 дней, но тем не менее, мы зато выяснили, что все четко, все штатно, мы теперь, ну, теперь мы полностью уверены, перед тем, когда приходить к заказчику услуги или к инвестору, у нас уже не бумага, а железо. 11 апреля 2024 года разгонный блок Орион, запущенный ракетоносителем Ангара-5 с космодрома Восточный, вывел на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат Гагаринец. Этот аппарат не тот, о каких мы привыкли узнавать в новостях. Куб СА-3Ю создан российской частной компанией Аван-Спейс и является прототипом рекламного спутника. Этот спутник положит начало формированию группировки созвездия. Перемещаясь по орбите на высоте 500-600 километров, спутники будут формировать в небе логотипы и тексты, похожие на созвездия. На спутниках установлены фотоэлектронные панели, фотоприемники и элементы питания, в которых накапливается энергия Солнца. Также они оснащены системой лазерного проецирования. Благодаря использованию лазеров, проекция будет включаться только тогда, когда спутники будут проходить над целевыми городами и в течение трех-пяти минут транслировать рекламное послание. Всего компания планирует охватить 18 крупнейших городов мира. По расчетам команды Avance Space, минимальный охват составит 30 миллионов человек. Это намного больше, чем охват тысячи баннеров. Следующий спутник компания планирует запустить в 2025 году, а в 2027 спутниковая группировка Avance Space будет состоять из 20 аппаратов, которые смогут выстроиться в первый узнаваемый образ созвездия. Поэтому вот это отработанное, подтвержденное тестами со стороны Роскосмоса. Через 10 лет продолжение, где можно в космосе свою девушку с днем рождения поздравить? Да, а почему через 10? Нет, нет, я думаю, что это будет гораздо раньше. Проблема в количестве аппаратов, то есть если там сердечко из 20 спутников выстроить, я думаю, мы сможем через 3 года. Девушка наведет свое смартфон на это сердечко и будет ей там индивидуальное послание. Потому что спутники же не только светят, они мерцают и передают бинарный код с помощью лазера. Камеры способны это считать? А да, частота 10 Гц, вообще без проблем, любая камера. Поэтому это будет такая, на первом этапе реклама, на втором этапе это медиа космическая. А почему великий замысел? К чему ты идешь? Это на свободу передачи информации. Это когда ты делаешь канал связи, который нельзя заблокировать, отключить, внести в санкции, как сейчас все российское СМИ, все СМИ, все ресурсы цифровые, все, что связано с Россией, забанено. Но вот это забанить нельзя будет. Вот Russia Today попробуй сейчас прорекламировать где-нибудь в Вашингтоне. А мы можем написать РТ над Белым домом. То есть у тебя история про большое медиа независимое? Да, да, да. Но, наверное, не сразу ты к этому пришел, потому что космос, вряд ли ты такой в 15-м году. Нет, 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 конечно. Мы изучили все. Были классные примеры. Нет, мы в первую очередь искали рыночный бизнес-проект, который будет как раз нацелено на то, чтобы создать реально существующую коммерческую историю. Есть много проектов успешных, но не коммерческих. Госпроектов, там, дальний космос, там, что угодно, да. Но вот чтобы зарабатывать деньги, таких проектов раз-два и обчелся. Поэтому нам было важно и интересно найти нишу, которую мы сможем как коммерческая компания реализовать своими силами. Раз ты начал про коммерцию, расскажи подробнее про цифры. Сколько людей в команде, какую выручку ожидаешь, сколько уже там синвестировалось, это не секрет. То есть как оценишь капитализацию, какие-то. Поделись с цифрами. Ну, сейчас в команде работает 5 человек, разработчики. У нас нет никакого, там, постоянного штата. Мы сейчас занимаемся только железом. У нас такие все очень талантливые многостраночники. То есть вы сами капитализируете? Да, сами. Это полностью наша разработка. У нас свои электронщики, свои программисты. Но мы очень много берем на аутсорсе. Ну, конечно, это 5 человек. Создать капитализирует это прям... Да. У нас 5 разработчиков. Это, я говорю, это программисты, но главные люди, кто занимается системами, ну, именно алгоритмами. Управление аппаратом это самое сложное. На самом деле, нет проблемы сделать железо. Ну, много вообще есть доступного и мы что-то покупаем. А вот управлять космическим аппаратом точно. Это большая задача. Это серьезно. Там, где нужны таких людей, на самом деле, в России единицы. Такое ПО пока не... Нет, такое ПО не купишь. Это надо всегда разрабатывать с нуля, потому что это всегда зависит от конкретной миссии. Это вот то, что не масштабируется. Это то, что твой уникальный код. Это вот наша ниша. Ну, и мы патентуем то, что делаем. У нас есть международный приоритет, метод передачи информации из космоса. И это наша капитализация. Но мы ни оценку не делали, никакую, потому что продажи сейчас только начались. Ищем спонсоров в разные-разные кейсы. Сколько стоит написать РТ на лужайке Белого дома? РТ на лужайке Белого дома будет стоить... Не российского. Я тебе скажу. У нас стоимость одной минуты 10 тысяч долларов. Это одна минута показов. Но мы не подаем пакеты по минутам, потому что выстраивать спутники из одного символа в другой занимает у нас около 10 дней. И мы продаем сейчас пакет на месяц. То есть РТ может должен быть месяц светиться на орбите. И этот пакет стоит по-моему 5 миллионов долларов получается. Но мы показы делаем над 130 крупнейшими мегаполисами планеты ежедневно в течение месяца. Вы сами задаете эти сами мегаполисы? Баллистика у нас через полюса. И все города под нами так или иначе показываются не каждый день, значит на следующий день. и просто угол наклонения разный. Где-то 60 и по 90 градусов есть. Баллистика понятна. И мы показываем, что за месяц мы пролетим над этим городом 10 раз, над этим 5 раз, над этим 3 раз. Выбирай, где тебе хочется показаться. На Токио пожалуйста. Какой? Восемь вечера отлично. А сколько точно позиционирования? Точность 0,1 градус. 0,1 секунда угловая. Офигеть. Да, там очень высота. Давай на экваторе переведем. Потому что экватор самый широкий похоже. Давай я тебе скажу так, что с расстояния 600 километров мы фокусируем свои лазеры так точно, что их зона покрытия 16 километров на земле пятно. А дальше что следующее? Или ты прям медиа? Медиа мне нравится. Ну я думаю, что объединив две системы воедино это съемка земли и медиа. съемка земли понятно, что кажется не такая интересная. На самом деле медиа это что такое? Это не только то, что ты вещаешь, но и то, что ты видишь. Если ты наблюдаешь планету 24 часа 7 дней в неделю и ты знаешь оперативную гигантский рост ДЗЗ сейчас идет. Я тебе об этом говорю, что это такой рынок, когда ты не то что рынок, это такой инструмент, когда ты оперативные данные имеешь обо всем, что происходит на планете Земля и когда ты хочешь поместить о чем-то, ты еще об этом оповещаешь без всяких дополнительных требований или согласования с кем-то. Сколько у тебя кубсат один стоит? Сколько стоимость запуска? или ты подходил по льготной программе без денег? Нет, это был тест своего полета он был без денег, а вообще стоимость спуска в районе на этот спутник там они берут 550 тысяч рублей за килограмм в 10 килограмм 5,5 миллионов еще есть транспортно-пусковой контейнер тоже мы совместно с компанией Космолапова делаем свой транспортно-пусковой контейнер партнерский свой спутник соответственно по себестоимости кубсат выходят скажу сейчас 300 тысяч долларов Мой канал называется Визне 2051 потому что к 2051 году я хочу создать аэромобиль но это я так хочу это мой мир это моя проекция я к этому иду скажи пожалуйста как ты видишь свою компанию я в 2051 году осталось всего 27 лет я думаю что мы останемся компанией аванспейс продолжим заниматься своим проектом космического медиа я думаю что это будет тоже полноценная система визуальной и цифровой передачи данных как QR-код в космосе ну такое ну то есть в любую точку можно донести информацию и снять но билборд реально наробить слушай а можно заранее купить этот билет чтобы не было засветки от тебя от кого угодно то есть я думаю что это будет я думаю что это будет все очень четко ограничено лимитировано узаконено регламентировано потому что билборд это уже что-то серьезное я думаю будет орбита медиа орбита на которую ну так как сейчас существует там геостационарная орбита там есть солнечно-синхронная орбита это такие орбиты где кто первый туда пришел тот застолбил низкая орбита Илон Маск и с многими другими Безосом и так далее тоже сейчас ее полностью себе заберут туда просто будет невозможно зайти потому что каждую баллистическую траекторию нужно перед пуском согласовывать и когда у тебя там десятки тысяч космических аппаратов те просто говорят извините это уже не безопасно это как бы мы не против но нет соответственно будет медиа орбита и вот кто ее сейчас застолбит первый тот и будет уже формировать регуляторику всю вот я думаю что если мы медиа сейчас застолбим в России то все таки а мы так или иначе как бы мы там не хотели быть не то что хотели мы коммерческая компания но как бы мы не хотели мы все равно под флагом России находимся и мы как бы в космосе как и в мировом океане принадлежим там являемся собственности Российской Федерации и только занимать орбиту только диктовать свои правила свои условия и формировать рынок формировать регулирующую торику ну что интересно хороший замысел скажи пожалуйста есть ли набор у тебя людей в команду кого ты ищешь не ищешь или у тебя хватает этой супер банды команды пять человек и подвечи нет конечно сейчас хватает но естественно что это не может быть реализован масштабный проект пятью талантливыми инженерами в России талантливых инженеров полно и я очень многих знаю мне кажется в этом вообще нет проблемы у нас в компании в момент когда был этап большого неокра около 60 человек в Даури тоже было около 80 человек в лучшее время вот такого коллектива достаточно чтобы сейчас делать спутниковые созвездия из 20-50 аппаратов спокойно то есть больше компания не нужна как с Хакоричем взаимодействовать не взаимодействовать после Даури то есть у него там Дестинус мы с Мишей много раз общались еще после Даури и не так давно общались но коммуникация у нас просто такая обычная дружеская никаких у нас общих проектов нет Антон расскажи подробнее про суть физические явления за счет чего это работает и как это что именно твоя реклама в космосе как это будет светить за счет чего какие физические явления происходят сколько нужно спутников ну как таковое физических никаких там явлений не происходит обычный свет лазеры мощный уровень светимости около 160 ватт потребляемая там не помню 20 ватт по-моему и это синий цвет синий свет точнее он лучше всего проходит через атмосферу что самое сложное в космосе передать свет не через ну как не там где вакуум там без проблем можно и на десятки тысяч километров его светить видно будет а через плотные слои атмосферы то есть он меньше рассеивается с помощью двигателя мы выстраиваем спутниковую систему роем ну и этот рой мы можем менять положение спутников на орбите ты просто говоришь что будет 20-50 спутников этого достаточно для того чтобы сделать какую-то один спутник один пиксель один спутник один пиксель но мы сейчас что можно использовать 50 спутников ну много чего можно ну вот у тебя есть допустим мы у нас такой был вариант самый сложный это олимпийские кольца в каждом по 10 аппаратов 5 колец но из 50 в одном можно сделать у нас было вариаций там 100 наверное топовых брендов которые подходят ну Apple понятно 20 спутников хватит Nike Adidas там все просто ну что там я не знаю даже только если вот Coca-Cola мы им сказали что ну они готовы были заплатить за там вообще хоть сколько сколько они говорят нам нужен образ нашей вот этой бутылочки и волны фирменной на Рождество они говорят мы отдадим доплатим если нужно я тебе объясню они спонсоры например олимпийских игр да и у них просто спонсорский пакет просто обычный ежегодный там 100 миллионов долларов они ну вообще если смотреть бюджеты рекламные бюджеты крупных компаний то это десятки миллиардов долларов и когда мы анализировали тот же Макдональдс с его наружной рекламой я уже не говорю про всю рекламу вот даже про наружную да там у них уходит 600 миллионов долларов на билборды в год и мы им просто предлагали давайте заменим хотя бы 10 процентов ваших этих билбордов сколько по времени твоя спутника тысячу билбордов берем и заменим одним в космосе и они ну это будет даже выгоднее для них но эффект будет гораздо выше какой срок жизни у кубсатов у них это зависит от орбиты вообще от 3 до 5 лет и хватает заряда энергии то есть всего а энергии ты от солнца питаешь постоянно а точность когда солнце заряжаешься потом ночью светишь да ну у тебя вопрос же солнечных панелей ты у тебя аккумуляторы стоят ты какие ставишь сколько накапливаешь столько короче энергобаланс формируется за счет ну там какие задачи стоят это не вопрос того что сколько срок жизни а ты сколько заложишь такой срок жизни ты можешь и 10 лет заложить на орбите на это ты можешь летать и 20 лет ну просто деградирует все уже за 20 лет столько никто не закладывает ну 10 лет аппараты работают и 15 лет работает на низкой орбите нам это не нужно потому что ты должен заложить туда супер просто топовые технологии но это нет смысла нет они так быстро меняются что ты как бы тебе не нужен аппарат на орбите 15 лет тебе у камеры сегодня уже меньше метра есть разрешение да там а 10 лет назад мы 20 метров только могли делать то есть смысл было туда ставить супер там железо которое бы там держало бы аппарат 20 лет на орбите если оно устарело еще через за 5 лет ну так и есть количество знаний и человечество удваивает каждые 5 лет оптимально вот 5 лет мы так смотрим что пить и поэтому мы в модель закладываем что у нас 3 года это вот расход и потом пошла прибыль какие-то конкуренты у тебя в мире наверняка есть да сейчас появляются но вот прямо вот такого чтобы вот мы вот прямо ноздря в ноздрю шли вот уже тоже так знаешь кто-то протестировал что-то такого еще нет вот сейчас тоже ребята запускают японцы но у них все-таки они немножко по-другому себя позиционируют как ивент компания там салюты делать будут из космоса то есть не совсем реклама но это близко я думаю что они там что-то потом придумают ну у вас близкие технологии естественно финмодель не финмодель а бизнес ну там да вот тоже на уровне развлечений рынка там маркетинг есть канадский стартап не помню как называется но они там тоже анонсировали что запустят но только не как у нас они там хотят не понимаю зачем но билборд разместить на орбите небольшой на спутнике который будет транслировать картинку а второй аппарат будет снимать эту картинку на фоне планеты земля и вот где-то стримить ну вот и я знаю отражатели еще есть проект был с отражателями российский тоже старт рокет все пока ну я мониторил рынок постоянно вот из-за того что сейчас вот точно в таком контексте именно близком только вот эти проекты а есть но появляются просто проекты вот именно в таком в такой нише интерактивности когда вот сони корпорации сейчас совместно с какой-то компанией тоже запускает камеру дззшную в космос они никогда в космос сони не ставил свои камеры но этот спутник к нему может будет подключиться каждый житель земли и сделать фотографию снимка там любого участка планеты самостоятельно или там звезд на небе и так далее то есть делать такой интерактив привлекая людей сделая по сути космос ближе и вот таких вот мы тоже на первом этапе будем запускать спутник который в следующем году прилетит станет самой яркой звездой и мы тоже сделаем интерактив что каждый житель земли сможет его зажечь когда он будет пролетать над его городом ну там мы хотим сделать коллаборацию такое социальное направление что тот кто зажигает спутник все эти деньги будут на благотворительность переданы чтобы чьи-то желания исполнялись зажги звезду да зажги звезду загадай желание и еще раз желание обязательно избудется друзья как мы узнали что зажать звезду можно не только у себя в голове можно сделать это физически и очно легко в космосе чем собственно и занимался наш гость и занимается наш гость Антон поэтому желаю вам счастья улыбаться чаще и не забывайте зажигать свою звезду и не забывайте